Пожалуйста, приезжайте, проверяйте. Что меня еще возмутило очень в этой ситуации? За день до событий я общался с господином Дымчишиным, министром. Мы обсуждали разные варианты. Стоимость переработки этой нефти на Кременчуге, стоимость процессин, сколько нефтепродуктов, каких получится, какая стоимость хранения, какие перспективы. Он словом не обмолвился о том, что он недоволен господином Азорга и будет задать вопрос об его увольнении. Он сидел, пришел на разведку, похихикал, поумничал, сделал серьезное лицо. Такие вещи мы не прощаем. И товарищ министр должен помнить, что эти действия, у него не так все хорошо в его биографии и в его действиях. Там крымские контракты, электричество, уголь, посаженные люди. Поэтому мы, я думаю, юридическим путем доберемся до всех его черных делишек. Спать спокойно мы ему уже не дадим, потому что подлость должна быть наказуема. Потому что я сказал президенту, когда был у него, я сказал, если вы хотите поменять Азорга, вам достаточно сказать, что сдайте, пожалуйста, предприятие в другие, более надежные руки. Мы не спрашиваем, как оно у нас оказалось, и как господин Азорга там оказался. Это было в 2009 году. Но он оказался там. Его назначили согласно процедуре, при участии премьер-министра, который был тогда. Если государство решило, что Азорга является человеком Коломойского, которым он действительно является, ему не надо руководить этим предприятием. Мы отдаем себе отчет о том, что государство владеет 100% акцией. Оно может иметь право поставить туда, кого хочет. Но в условиях военного времени, если там будут сепаратисты, предатели, и русские диверсанты, о которых я говорил при выходе с предприятия, я же не шутил, я сказал, что этот мирошник является русским диверсантом и шпионом, который хочет разрушить систему работы нефтеперерабатывающего комплекса Украины вместе в угоду бизнес-интересам Еремеева и в угоду своих заданий, которые ему дает ФСБ. И пусть кто-то попробует опровергнуть мои слова. Готов пойти в суд.